Последствия пандемии все еще влияют на экономику республики. Темпы развития по многим отраслям в январе этого года оказались ниже, чем в прошлом. Сегодня об этом на еженедельном совещании в Доме правительства доложил министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. По его словам, индекс промышленного производства за первый месяц этого года по предварительным данным составил почти 97%, в том числе по обрабатывающим производствам и в строительной сфере. Однако есть и небольшой рост. Организации промышленного комплекса на 1,3% увеличили объем отгруженной продукции, на полпроцента в РСНДЭКС производства в сельском хозяйстве. Общий оборот розничной торговли составил около 14 миллиардов рублей. Это почти 98% к уровню января 2020 года. Приоритетным стал вопрос сдерживания цен на основные продукты питания. Мир административного характера в отношении стоимости сахара и подсолнечного масла дали свои результаты. Первое, что мы приняли, это меры административного характера. Было заключено соглашение с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам у производителей в рознице. В данный момент более 100 предприятий торговли соблюдают условия соглашения между федеральными органами власти, товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями. Принятые меры позволили стабилизировать динамику цен на соответствующие продовольственные товары. Так, в январе текущего года цены на сахар даже снизились незначительно на 1% и оставались относительно стабильными цены на подсолнечное масло. Из перечня социально значимых товаров также снизились цены на яйца куриные, колбасу вареную, молоко цельное, макаронные изделия. В январе 2021 года инфляция в Чувашской республике составила 1%. Последствия пандемии еще будут сказываться на социально-экономическом развитии республики. Однако глава Чуваши Олег Николаев напомнил, что главная задача сегодня набрать темп и активно реализовать все программы и проекты. Продолжение следует...